Я Нани Кипетадзе с Бакуми, главный тренер дзюдо-женщины. Мы приехали из Грузии, команды Гори, здесь Топон, Гори, Батульские и Холочевские команды, девушки и пацаны. Мы приезжаем здесь уже третий раз. Я очень довольна для этого мира, потому количество, очень много нашего количества, очень друзей приехали. И они все довольны, что здесь объективно, очень сильные команды приезжают. И я все время приезжаю, и я рада буду, что приехать еще раз. Какие результаты уже вы получили после вчерашнего дня и вот сегодня у вас еще борются девочки? Я в основном девушка. Вчера моя одна девушка боролась за бронзу, она выиграла вчера бронзу. Сегодня тоже девушки бороются. Я думаю, что сегодня я должна еще пять девушек бороться, два медала я должна взять сегодня. А завтра уже у меня очень хорошая девушка. Я думаю, что завтра у меня золотой медал должен быть. Как обстоят дела с развитием женского дзюдо в Грузии? Женский дзюдо у нас очень прославляется. Я очень рада. И у нас такое государство, что рекламу тоже делают они. Самая главная реклама. И раньше у нас немножко трудно было чем? Родители не разрешали или девушкам тоже не хотели. Сейчас, когда хорошая реклама идет, смотря, что там девушки тоже выиграют и становятся они сильны, сейчас у нас уже очень хорошо. У нас, вы, наверное, знаете, Терри и Партельяне очень хорошая девушка, которая выигрывает. Еще были европейские игры, были наши, стали чемпионами. И в игры тоже Европе чемпионаты выиграли. У нас очень хорошо, хорошая у нас команда. Допустим, Раша был, допустим, я примерно 40 пилот, были 10 девушек. Сейчас уже 40 девушек. Грузинское дзюдо всегда было очень на высоте. Но последние годы это что-то вообще невообразимое. Чемпионы мира, олимпийских игр. Ожидаете кого-то из девушек, кто может в 2024 году стать олимпийскими чемпионками или хотя бы завоевать медали? Я прямая, я как генерал такой, никто не хочет стать генералом. Я говорю, что все хотят медали, но я точно знаю, что олимпиады, но если золото не будет девушкам, бронза обязательно будет. Это я точно знаю. А какое самое важное, может быть, отличие в тренировочном процессе между девочками и мальчиками? Девушкам немножко трудно работать, потому что у него характери такие, что ты должна быть профессиональной и обязательно хороший психолог должен быть. И вы тоже знаете, что сейчас такое время, социальные, это тоже есть. Девушки, все, большинство любят телефон, социальные телы и компьютеры. Все сидят на этом. Но я сейчас, когда смотрю, уже родители очень рады. И они уже свои дети. Девушка будет, пацан будет. Уже в дзюдо все хотят. Потому что дзюдо очень красивые, эстетические. И самое главное, что, как ты медали заяваешь, где государство тебе деньги дает, самое главное, что потом тебе питание надо, пацан надо, подготовку надо, и сборы тоже. Это самое главное. Не только тренировка, самое главное, тоже это должен быть. Где самые такие центры, где больше всего девушек занимается в Грузии дзюдо? В каких городах? В Пилиси, Пилиси, Гори, Сагареджу, Туржец, Зестапони и Батуми. Батуми и Халачао. Тренируют девушек только женские тренеры или мужчины тоже тренируют девушек? Нет, у нас никаких проблем нет. Женщины тренируются девушкам, пацаны тоже. В тренере у нас есть тоже сильные. Но я когда смотрю, девушки хотят, что были парни, потому что парни работают, парни, допустим, схватки. Это лучший вариант их. Потому что они выбирают, но тренера будут уже пацаны. Или пацаны выбирают, или тренером, допустим, что будет там смотрят, кто сильнее. Тренер, идут туда. А раньше так не было. Раньше было, как знаете, хотели женщины, чтобы были. А сейчас никаких проблем нет у них. Вернемся к турниру на призы Хусейна Оскана. Как вы думаете, этот турнир может стать таким большим турниром в мире, на который будет приезжать много-много спортсменов самого высокого класса? В прошлом году, когда я уехала, 1500. Сейчас 1800. Потом я думаю, что 3000 тоже будет и 5000 будет. Потому что он сильный. И у него сильные команды. И мы его очень уважаем. Если мы их не уважаем и не любим Турцию, я думаю, что грузины не приедут. И самое главное, наша тренерная цель, что хотим, чтобы наши дети спортсмены выросли, так и в сборе будут, или в тренерном мире будет. Чтобы психология не подготовили, чтобы потом уже в другом месте поехали, чтобы у него проблем не было на психике. А я почему приезжаю? Что я хочу, чтобы в прошлом году, допустим, третий сала. В этом году я думаю, что первый станет. А я еще всегда буду приезжать в Батоком турнир. Потому что этот турнир, я думаю, что будет очень хороший и будет прославлять. И будет здесь очень много команды приезжать. Почему? Объективное судейство. Если что-то так, что-то бывает, но все равно они там смотрят, и они, кто сильный, кто выиграет, объективно они дают оценку. Я вчера смотрела, сегодня смотрю. Молодцы судейство тоже. Но Сейму уважают и знают, что он тоже объективный. И потому такое соревнование. В завершении нашего небольшого интервью я бы хотел, чтобы вы что-то пожелали девушкам, дзюдоисткам во всем мире. Я желаю девушкам, что они были сильные, крепкие. Сикки тоже, чтобы хорошо работали, думали хорошо. И что они олимпийские чемпионы стали. А самое главное, что они сами, пусть придут, занимаются и трудятся. Пусть они придут, занимаются. Я хочу, чтобы просветали девушки. И они были очень красивые, астетичные, нас дзюдо. Пусть много девушки были. Пацаны очень много. Но я хочу, чтобы они тоже большие, большие стабыли. Спасибо большое.